Лабас, ребята! Поздравляем, вы приняты. Вы как бы выиграли грант на вот эту стажировку на изучение литовского языка. Я такая, yes! Вот, это было. Я просто заплакала отчасти, потому что я очень хочу выучить литовский язык. У меня уже после того, как карантина слабили, я там познакомилась с девочкой. Она литовка, и получается, она меня со своими друзьями познакомила, литовцами, и постоянно я с ними там находилась, и слышала вот эту литовскую речь. И я уже сама начала понимать, в чём они говорят. Ну как звучит литовская речь? Я просто не могу, мне так нравится. Я могу слушать и слушать. Я даже скачала себе на телефон просто диалоги на литовском языке и ездила, слушала, вместо музыки. Ну, я не знаю, у меня вот такая любовь. Просто любовь к литовскому. В общем, что я хотела рассказать ещё вот по поводу курсов. Значит, первые несколько дней я вообще не понимала, что происходит, потому что, честно говоря, всегда думала, что польский язык и литовский язык, они как-то похожи. И вообще, литовский, он, наверное, чем-то тоже похож на белорусский, возможно. Но я ошибалась вообще. Просто. Я ничего не понимала. Это самый сложный язык, который я, в принципе, слышала и пыталась учить. Ну, он мне так нравится, ну, так красиво звучит. Ну, я не могу. Я когда где-то гуляла, я просто слушала, вот что люди говорят. Я-то ничего не понимаю практически, но мне так нравилось слушать, вы не представляете. Это просто что-то с чем-то.